Фармакология, химия там и прочее. С намеком на допинг. Вон сало, это самый лучший белорусский допинг. Это допинг для наших спортсменов сало, потому что это дополнение к питанию. Это натуральный продукт, то есть это никаких добавок. Натуральное, домашнее, вкусное сало. Сало полезно в день употреблять 20-30 грамм. Польза в сале, то есть всегда ели сало. Еще наши бабушки, дедушки и так далее. То есть всегда было вкусное домашнее сало, только белое. Я бы посоветовала либо корейку, она мягкая, вообще шикарная. Полезное сало белое, копченое, то есть оно не очень полезное. Белое, просто соленое сало, да. То есть если покупатели любят, мы его заправляем чесноком и тмином. Любят потолще. То есть эксклюзивное сало мы его называем. Оно у нас улетает сразу. Если шкурка мягкая, то все, значит сало хорошее. Шкурка должна быть светлая. То есть она смаленая, значит. Срок годности у сала 60 суток. Да, если замороженное, то можно и дольше. Но мы покупателям своим советуем, мы ложим специально пергаментную бумагу. И в морозилку лучше его не ложить, то есть ложить сразу его в холодильник. Ну, сало всегда пользуется спросом. Всегда. Вот, потому что это натуральный продукт. Все только домашнее. Никаких добавок, никаких консервантов. А секреты? Сало и сало. То есть я не знаю, ну, нарезал, скушал. Ну, сейчас я вам нарежу, чему. Кушайте. Вот таким спортсменам, особенно вам, я говорю, сало вам надо держать на этапах Курка Мира в холодильнике. Перед стартом уже ешьте там макароны с кашей, чтобы энергия была. Но после старта, после забега, после тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба вы должны слить. А не пончики там и мороженое.